здравствуйте друзья в опросе зачитываю ну-ка свет может даже михаил сейчас многие выпускники вузов технических после выпуска или на последних курсах универа идут работать финансовые организации а также какие-нибудь не очень трудные айти конторы например в банке где я работаю таких много кто окончил бауманку лту даже не знаю что такое лту физтех может мгу лту физтех и другие региональные известные вузы все бы ничего но таких должностях они работают больше трех лет а некоторые за десятку будучи по профессии например инженером робототехником или инженером конструктором других профессий они идут работать программистами на сиквел на хранилище получаю свои 5000 долларов зарплаты в год что ли 5000 долларов но не в месяц же это странно я ни в коем случае не хочу осуждать выбор людей это их право распоряжаться своей жизнью как угодно работу тем более трудно по профессии найти чтобы освещали много раз я освещал ну хорошо но лично по мне все равно кажется почему то что такие люди замыкаются в себе не желая развиваться и ладно бы они просто работали никому не мешали так они мешают они никогда не дают менее компетентным сотрудникам подняться часто гнобят не уважают откровенно я считаю что просто бояться за свою должность мне кажется обидно что государство тратит миллионы обучая такого человека а он в ответ не делает никакого фидбэка для общества и государства не менторинга не помощи не интереса открыть свое дело сделать что-то великое не то чтоб я завидую но ведь в сша насколько я знаю даже при приеме в вузы часто спрашивают а что абитуриент хочет дать в ответ людям михаил мне интересно ваше мнение на этот счет спасибо ну что друзья я вот хочу может быть с конца немножко начать вот что в американских вузах спрашивают абитуриентов чтобы они хотели сделать там для общества и так далее я думаю что независимо от страны если абитуриентов спросить то наверное они чего-то хотели бы сделать для общества просто разница между абитуриентом и выпускником она очень большая во первых человек уже существенно старше уже и жизненного опыта больше и он к реалиям относятся уже как реалиям а не как чему-то выдуманному понимаете где можно так романтически размечтаться вспомните как вот мы в первый класс когда-то шли с цветочками там белый подворотничок там воротничок все дела а в последние дни я помню в десятом классе когда мы там выпускные экзамены сдавали я не знаю как сейчас работает система у нас были экзамены их не было много но были вот после восьмого класса мы сдавали и после десятого выпускного вот света моя в киеве жила так у них каждый год начиная с пятого класса каждый год был там пару-тройку экзаменов а у нас это как-то редко был и вот я помню ребята из параллельного класса они когда с экзамена уже вышли я не помню что там за предмет был и они книжки свои учебники по которым готовились ставили так домиком и с разбегу ногами шандарах и эти книжки разлетались на страничке летали по всему школьному двору и тогда был такой праздник прощания со школой оказалось бы вот первое сентября первой класса буквально 10 лет прошло хотя мы с вами понимаем что ощущение первого сентября уже второго отсутствует а десятого уже не хочется в школу идти совсем но это дело такое так вот я бы я бы уже не стал так сильно обращаться к тому кто хотел что-то сделать для общества а потом вдруг выясняют что ему для общества не так хочется хочется больше или все таки и для себя тоже чего-то вот и я был потрясен цифрой 5000 там долларов программист на сиквеле я думаю многие бы пошли и и не поняли бы даже и чего вы там иронизируете или о чем вы переживаете эти я думаю что очень многие даже программисты приличные может быть пошли бы с удовольствием если бы столько платили но не суть о чем бы я еще не сильно переживал я бы не сильно переживал о средствах потраченных государством на то что вот люди учились там и так далее у государства есть бюджет на это дело правильно это же не то что деньги там слоны какой-то упали или там последние оторвали вообще от голодающих там не знаю по волжья нет значит в бюджете есть деньги на это дело могли бы эти разворовать а все-таки они там как-то остались люди где-то учились другой вопрос конечно состоит в том что всякое общество не оптимально не оптимально планирует вот этот ресурс но я хочу сказать что и в соединенных штатах тоже никто ничего такого оптимально не планирует а вот есть как как бы рынок этого всего и рынок регулирует давайте и полным полно народу которые пишут на сиквеле где-нибудь за те или иные деньги очень многие не получили образование программистского а то и технического не получили вот а так может быть закончили что-нибудь там по географии или там по истории потом пошли на курсы там шестимесячные изучали чем там право по ораклу заодно вот и значит сиквел там пил сиквел и пошли значит программирует поэтому тут тут дело такое я бы за ресурс не очень переживал условия рынка таковы ну и культурные особенности таковы что есть люди которые дрожат за то что вот за свою работу за то что их могут подсидеть они не делятся знаниями и так далее это обычно я вижу две причины я видел много такого и в советском союзе и в америке тоже вижу это две причины значит либо человек действительно боится что его час там ну попрут он как бы не уверен в себе вот это неуверенность в себе она может в агрессию какой-то перейти она может вот в негативизм или вот такое негативное отношение к тому что кому-то помочь нам и так далее есть масса народу которые любят рассказывать помогать они тащатся балдеют с этого и так далее таких тоже много но есть люди которые им не то что жалко но как то они вот не делятся не не ну это не часть их натуры так так бы я сказал не потому что они боятся что кто-то их подсидел а они как то так ну типа ну вот я знаю а что тебе мешает знать ну там есть книжки есть там то есть то есть как бы есть действительно люди которые здесь тоже не делятся при том что они абсолютно никак не зависит от того что и кто-то подсидит они на на голову выше и никакой даже мысли такой у них нет но не обязательно любит это правда это правда значит в чем собственно проблема то я пытаюсь понять что что там напрягает государство деньги потратила да ничего страшного люди учились не доучились стали чем-то другим заниматься да нормально ну ну абсолютно нормально несколько лет вот там если он десять лет этим занимается а если три года тогда вопрос а дальше что он будет вот между тремя годами и десятью он бы что вот вопрос стоит смотрите они что-то там закончили или не закончили все бы ничего но на таких должностях они работают больше трех лет а некоторые за десятку ну и чего но ведь понимаете какая жизнь то сейчас я хочу сказать соединенных штатах тоже но настолько это на каждом углу что вот он учился вот этому а работает там где работа есть так это еще не так плохо знаете что вот когда бывает рецессия и когда выпускник университета но обычного университета вот нет ни такого которые там то есть супер дюбер мы хватили опросу университета вообще никому нафиг не нужен и они пиццу возят вот он закончен не расстрел пиццу возит первый год возит второй год 봤ит 3 год 8 а через три года он бы хотел уже работу какую то а он уже неitet закончил как бы не вчера так и еще через три года пиццу возил вообще катастрофа а кто его хочет теперь после пиццы когда Да, есть свежие выпускники университета, которые прямо вот со скамьи университетской. А это уже три года. У меня были ребята, американцы, беленькие, умненькие, из совершенно нормальных университетов, студенты были, которые из пиццы не могли уйти по 5-7 лет, потому что уже они на рынке выпускников, они отсутствуют, то есть их никто не рассматривает, а на какой-то другой рынок они перейти не могут. Вот они к нам приходили, мы их за 2-3 месяца упаковывали, они улетали, как ракеты, через год менеджерами были. Понимаете? Вот обычное дело, и в США это сплошь и рядом. Это может быть экономическая причина, это может быть, я не знаю, настроение у человека меняется, взрослее стал, понял, что это не его профессия, там, и так далее. Да ничего страшного. Я не вижу в этом проблемы никакой. Я бы сказал, что гораздо больше проблемы состоит в том, что люди учатся на робототехнику, понимаете, на инженеров-конструкторов, то есть на приличную, хорошую инженерную профессию, и нет работы. Или, например, я не знаю, допустим, другой вариант, может быть, есть работа, но работа программистом там на сиквеле дает ему гораздо больше денег там и возможности выжить, чем, например, работа там по конструированию робототехники и так далее. Вот это плохо. Или ее вообще нет, или она денег не платит. А сколько народу торгует, я не знаю, чем, пылесосами торгует. Посмотрите на тех людей, которые торгуют пылесосами. Сколько из них имеют высшее университетское образование, а при этом торгуют пылесосами. Я не ограничиваю это пылесосами. Ну, вот этим вот занимаются. Неважно, чем они там торгуют. Там, где трехклассов образования, тоже не надо. Ну, образование там среднее обязательно, сколько... Но, в принципе, чего же мы переживаем, что он учился робототехнике, а сам пишет на сиквеле? Это хотя бы близкие, относительно вещи. Они, в общем-то, пересекаются так или иначе. Может быть, не в лоб, но там по лбу, но пересекаются. А продажа пылесосов-то с чем пересекается? С каким университетским образованием? Понимаете, поэтому, честно, вот я так вникаю и не вижу проблемы особой. То есть, безусловно, если мы сравним эту ситуацию с идеальным каким-то миром, идеальным, которого в природе нет, но в идеале, вот если бы учился по робототехнике и развился в робототехнике, состоялся в робототехнике, стал академиком каким-нибудь, вот там, допустим, выучилось тысяча человек на робототехнику, вот у нас теперь тысяча академиков по робототехнике. Ну, те, которые плохонькие там половина, те только доктора наук, а уже вторая половина академики. Понимаете, ну, это можно нарисовать себе в сознании, такую картинку. Но мы же смотрим на реальный мир, и я предпочитаю сравнивать то, что человек пишет на сиквеле, там с базами данных работает, я предпочитаю сравнивать это с тем, что мог бы пылесосами торговать. Вот это трагедия. И для общества, и для него самого, может быть, и для, не знаю, ну, родителей, там, разных людей со стороны. Вот такого уровня жуткого невостребованности в стране, которая спутники запускает. Понимаете, космические корабли там, я не знаю, с Каспийского моря ракетами обстреливает сирийскую территорию. Понимаете, и вдруг нет работы для человека, который робототехникой занимается. Так что, я бы не это самое, еще раз хочу сказать, что не почувствовал такой боли душевной, вот за то, что там произошло, честно. Счастливо, ребят! Счастливо, ребят!